Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет программу «Время говорить» Обзор наиболее заметных событий сегодняшнего дня Значимых городских, да и не только событий, случилось немало Вот краткий анонс сегодняшнего выпуска Поймали вандалов Полицейские нашли хулиганов, которые поломали лавочки и баскетбольные кольца в сквере на советской армии Отравили или нет? Подробности инцидента вокруг дрессированных слонов Корниловых в Рязанском цирке Цены на продукты выросли, мнение горожан Ну а теперь обо всем подробнее Вчера вечером завершился прием документов от кандидатов на вакантную пока должность главы администрации Рязани Всего в списке 5 фамилий В установленные сроки документы подали Антон Князев, Денис Никитин, Олег Булеков, Александр Селиванов и Александр Очалов Скоро конкурсной комиссии предстоит выслушать выступления претендентов По представленным ими основным направлениям социального и экономического развития города Предполагаемой схеме организации управления городским хозяйством и структуре администрации Заседание назначено на 12 декабря И еще о других городских событиях Рязанские полицейские сообщили о задержании вандалов, которые неделю назад испортили спортивный инвентарь В парке имени композитора Александрова, что на улице советской армии в Дашково-Песочне В начале декабря новый сквер на улице советской армии подвергся нападению настоящих вандалов Спортивная площадка теперь потеряла свой товарный вид Ограждения из сетки рабицы порваны, баскетбольные кольца погнуты Также пострадали волейбольная растяжка, лавочки и урны Сотрудникам полиции, к счастью, удалось определить личности злоумышленников Ими оказались двое жителей одного из подвалов, близлежащего жилого дома Как оказалось, молодые люди по пьяной, так сказать, лавочке, прогуливаясь по скверу, рассорились И в порыве злости повыдирали эти самые несчастные лавочки А заодно и все, что попало под горячую руку разбойников Данные люди в настоящий момент находятся у нас С ними проводится работа по недопущению при этими совершения преступлений То есть мы решаем вопрос обречения их к уголовной ответственности Ответственность по их деяниям попадает под статью 167.213 Уголовного кодекса И наказание за данные деяния будет предусмотрено в санкции до двух лет лишения свободы Я, короче, вообще прозазлился, ну, с пьяной что-то такое Вырвал, короче, это, блин, скамейки, блин У вас братом поругался, что ли? Да Да, мы поругались, короче, блин Я вырвал скамейки, потом Кольцо-то зачем погнал? Кольцо-то, блин, мешало оно мне Судя по всему, ребята раскаиваются в содеянном Сотрудникам полиции они дали честное пионерское слово Что средства за причиненный ущерб они обязательно возместят И больше себя так плохо вести не будут Что ж, понадеемся, что данные нарушителями обещания не останется пустыми словами А спортивная площадка вновь обретет первозданный вид И еще новости криминального характера В интернетных зданиях стали появляться сообщения о покушении на слонов в Рязанском цирке Больше месяца в нашем городе выступала семья дрессировщиков Корниловых Со своим шоу «Карнавал слонов» Через день после завершения гастролей Артисты в социальных сетях стали сообщать о попытках отравления животных Шоу Корниловых «Карнавал слонов» больше месяца находилось на гастролях в нашем городе 7 декабря прошло последнее представление А сегодня утром в социальных сетях появилась тревожная информация Якобы любимцы публики намеренно были отравлены Однако ужасы о 10-сантиметровом гвозде Который проглотила слониха и отравленной воде В цирке опровергли Слухи, как всегда, у нас явно преувеличены Слухи моей смерти преувеличены По сути, знаете, что произошло? Заболела слониха Это не сказать, что обычное явление Бывает, как и люди болеют Запоносило какие-то нюансы с ней произошли Причин здесь может возникнуть разный И аллергия на разнотравье Все-таки их не постоянное место обитания России, как вы понимаете Могло скользаться где-то качество, может быть, определенное качество воды Все-таки воды они пьют много Могло то, что, допустим, в тех же самых овощах лишние нитраты оказаться О причинах недомогания можно будет судить по результатам специальных анализов Которые сегодня взяли у слонов Представители отдела зоотехнической ветеринарной работы Росгосцирка Но о том, что сейчас артисты чувствуют себя хорошо Мы убедились лично Нашу съемочную группу проводили в слоновник Животные действительно выглядели здоровыми и энергичными Более того, они с удовольствием угостились предложенным им хлебом А после этого, видимо, решили немного поиграть Ну что ж, имеют полное право, вскоре начнутся и гастроли в других городах И мы надеемся, что к ним они приступят Находясь в добром здравии А теперь о продуктах, вернее, о ценах на них В конце ноября Госдума попросила Федеральную антимонопольную службу Проверить цены на муку, рисовую, гречневую крупу и макароны Сообщается, что больше всего в 2014 году подорожала гречка Стоимость крупы выросла в половину Но сотрудники ФАС не выявили фактов ценового сговора А продовольственная инфляция в ноябре 2014 года в годовом выражении составила более 12% Сегодня мы попытались сравнить цены и узнать у горожан Ощущают ли они на себе повышение стоимости продуктов На этой неделе в Рязанской области вновь значительно подорожала гречневая крупа Ее цена повысилась на треть Об этом свидетельствуют данные специалистов Рязаньстата Исходя из их мониторинга цен на потребительском рынке региона Также стоимость куриных яиц выросла более чем на 8% Картофель и рис на 5% Впрочем, горожане практически в один голос уверяют Что им уже приходится ограничивать себя в покупках продовольственных товаров Эксперты отмечают, что цены на молочные продукты также выросли в среднем на 5% Однако бояться не стоит, как уверяют специалисты, это обычное сезонное явление Осенью и зимой цены выше из-за того, что снижается производство молока А потребность в этом продукте возрастает Сегодня литр в среднем по стране стоит примерно 56 рублей Призваны удешевить продукты питания, ярмарки выходного дня В городе регулярно каждую субботу во всех микрорайонах Рязани устраиваются площадки Где местные жители могут купить качественную и относительно недорогую продукцию региональных фермеров Кстати, и статистика в пользу ярмарок Цены здесь традиционно ниже, чем в магазинах Рязанские дорожные полицейские сообщают о страшной автоаварии, которая произошла в Старожиловском районе Здесь погибли сразу три человека Подробности трагедии у Оксаны Тебенихиной Дорога не прощает ошибок И как бы печально это ни звучало, свою страшную дань в виде человеческой жизни Она забирает, не ссылаясь на пол и возраст Сегодня утром в Старожиловском районе на трассе Рязани-Ряжск Произошла страшная авария, которая унесла жизни сразу троих людей На дороге Рязани-Ряжск произошло столкновение автомобиля Рено, который двигался со стороны Ряжск в сторону Рязани И автомобиля Шевроле Нива, который двигался во встречном направлении В этом происшествии три человека скончались на месте ДТП Еще четверо получили травмы, были доставлены в Старожиловскую центральную районную больницу Погода нынче капризна и непредсказуема Световой день сократился почти на треть Водители банально устают Да и заснеженная дорога вносит свою лепту не в нашу пользу Поэтому, господа водители, в который раз вторим вам Будьте аккуратны и внимательны Проверяйте состояние своего автомобиля на исправность И никогда не забывайте о том, что дома вас ждут ваши родные Кстати, по статистике госавтоинспекции В этом году зафиксировано снижение числа происшествий с участием пешеходов Такие данные в своем докладе привел начальник областного ГИБДД Александр Колышкин На выездном расширенном заседании коллегии региональной полиции в Касимове Возможно, это связано с улучшением дисциплины пешеходов И обустройством дорожных переходов Сегодня на перекрестке улиц Гагарина и Братиславской презентовали новый светофорный пункт Сегодня на перекрестке улиц Братиславская и Гагарина заработали пешеходные светофоры Рязанцы давно ждали этой перемены на дороге Молодцы, что поставили! Давно надо было поставить! Потому что для пешеходов здесь большая проблема Перейти так, чтобы было безопасно И чтобы не подвергать ни свою жизнь опасности, ни дорожных транспортных Вы не представляете, на этом перекрестке сколько бьется людей, сколько машин бьется Потоки пешеходов ожидаются большие В шаговой доступности от перекрестка не только жилые массивы, но и радиоуниверситет и пятая гимназия И школа недалеко, потому что дети ходят постоянно Я думаю, что это хорошо, и надо везде так делать В Рязани еще остаются потенциально опасные участки дорог Инспекторы ГИБДД ручаются, что устранят многие из них в ближайшее время Таких светофорных объектов у нас в городе существует еще шесть Которые не оборудованы пешеходными светофорами Соответственно, данные проблемы устраняются по мере возможности Нововведение радует пешеходов, но водителям, похоже, еще потребуется неделя, чтобы привыкнуть к светофорам Зебры на перекрестке еще нет Сотрудники ГИБДД обещают, что переходы станут полосатыми при плюсовой температуре Не так давно впервые в стране отмечался День неизвестного солдата Надо отметить, что тем патриотизма и любви к родине сейчас становятся актуальны у российской молодежи Сегодня еще в День Героев Отечества к студентам-медикам пришли ветераны боевых действий Сегодня мало кто знает, что 9 декабря – это День Героев Отечества России Действительно, этот праздник довольно молодой В нашей стране его отмечают с 2007 года И тем не менее, молодому поколению следует помнить об этой дате И о тех, кто, рискуя своей жизнью, защищал нашу страну Сегодня, в этот памятный день, в Рязанском государственном медицинском университете На встречу со студентами-медиками пришли герои Советского Союза, прошедшие Великую Отечественную войну А также те, кто получил звание героя после ее окончания Огромное количество орденов на их мундирах не способно поведать обо всех совершенных ими подвигах Но сами они постарались рассказать молодым о самом главном Вот мы это хотим, чтобы наш каждый человек, каждый молодой человек Чувствовал свою ответственность за то, что мы живем в нашей стране, в том числе на Рязанской земле Символично то, что эта праздничная встреча состоялась именно здесь В стенах Рязанского медицинского университета Ведь благодаря профессионализму медицинских работников Сегодня мы можем лично общаться с теми, кто сыграл далеко не последнюю роль в истории нашей страны Люди, которых медики спасли не только на фронте, но и сейчас Они дали им возможность общаться с нами Они продлили им жизнь И они пришли сюда, чтобы поклониться и сказать спасибо И чтобы молодежь, которая здесь сидит, были достойны тех своих коллег по профессии, которые были на фронте А в Рязанской детской картинной галерее подвели итоги областного конкурса юных художников Краски земли Рязанской, приуроченной к году культуры Галерея «Атриум» сегодня расцвечена всеми красками земли Рязанской Происходит награждение победителей детского конкурса В этом году поступило почти полтысячи заявок, но выставочный зал вместил только 124 работы Рязанский край – вот тема, которой посвящены сотне работ лучших юных художников области Перед жюри стояла задача выбрать только трех победителей в каждой возрастной категории Велась очень длительная работа членов жюри Ну, по каким критериям отбиралась? Конечно, безусловно, это творческая идея, прежде всего, творческая идея Вот как ребенок сам понимает саму тему, как он раскрывает ее Безусловно, цветовое решение, прежде всего Ну и, естественно, вот как бы, чтобы все-таки дух Рязани, он оставался в работах Краски Рязанской земли вышли чистые и светлые у всех живописцев Но единодушие они проявили только в этом Идеи и техники исполнения картин самые разные Всегда удивляешься, глядя на эти работы, потому что они поражают Есть и очень высокого уровня мастерства, графические работы И смелые замыслы, где используются и абстрактные какие-то ходы Важный момент для маленьких творцов – это знакомство с будущим наставником Директором художественного училища имени Вагнера Василием Колдиным Ой, а где твоя картинка? Покажи нам Покажи, где твоя картинка? Там, да? Конкурс важен и для почти взрослых художников, выпускников школ Для меня стимул как бы движение вперед Я просто очень сильно люблю живопись И вот это вот моя дипломная работа выставлена, Кремль Я очень долго вот ее рисовала Галерея полна людьми только в день открытия ежегодной выставки У большинства рязанцев не хватает времени на приобщение к искусству Поэтому Василий Колдин поддерживает любые инициативы по развитию культуры родного края И я приглашаю не только на детские выставки профессиональные Я приглашаю вас, преподавателей, профессионалов Пожалуйста, делайте групповые, заявляйте групповые выставки Заявляйте какие-то интересные проекты Выставка конкурса «Краски земли Рязанской» продлится в галерее «Атриум» до 10 января Это был последний материал нашего сегодняшнего выпуска Далее в эфире программа подробности В гостях руководители команды КВН и их разыскивает милиция Владимир Нечаев и Александр Лобода Недавно они стали трехкратными чемпионами Лиги КВН, силовых структур и ведомства России А на сегодня это все, и до встречи в эфире МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова